Вынимаем стекло, положим пока стекло, которое вынули. Ищем. Самый интересный момент, что получилось. Рыжуха. Когда сняли, вот он, вообще резина, клей не прилипал. Потому что здесь просто все рыжее. И клеили, видно, без какой-то штуки. Резинка просто снялась, отклеилась. То есть клеили неправильно. Лишь бы, лишь бы прилепить и сдыхать машину. Начинаем отделять. И отделяют вот такие вот пласты. Рыжуха на стекле. Наклею. То есть все прогнило здесь. Видишь, сколько тут рыжего, сколько вот здесь ржавчины. И это еще мы до конца не нашли. Наконец-таки дошли до конца. И сейчас продемонстрируем. Вот видите, ржавая. Где было? И туда текло. Как дождь, так и текло. Вот она ржавая. Пошло, 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 пошло. О-о-о-о. То есть если бы вот это я не сделал. Новое стекло не поставил. То, глядишь, машина вот тут бы поржавела к ядрене в фене. Старое стекло покоцалось, но целое. И вот заменили на новое. При зачистке вот этого ерунды. Кто-то уже убирал. Убирали ржавчину. И вот стекло приклеили резинку здесь. А даже получилась дырка. То есть это уже люди, которые делали до этого. Поверхностно счистили немножко. Нож, видите, пролазит. Просто дыра туда, в крыше. Вот оттуда она и потекла как раз. Уже защищали ржавчину предыдущие. Счистили металл. И получилась дырка. Вот тут еще не было. А тут уже дырка. Надо вырезать и варить. То есть сейчас мы берем, видите, вырезали этот кусок металла. И теперь будем его вваривать. Мастера. Вот шутит кариес. Надо было блендомедом пользоваться. Вот такая вот шутка. Так, видите, вот сделали заготовку. Эту заготовку сейчас будут вваривать. Пока стучим, подстукиваем. Делаем так, как надо. Мастер, мастер Александр, он знает свое дело. Стук, 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 стук. Машину закрыли, чтоб лишний раз где-то не потратить, не покорябать. А теперь, видите, вварили все. Зачистили. И получилась, видите, какая цацца. Теперь чем-то брызгает. Она покроется пленочкой. Зафиксирует то, где есть какие-то элементы. Ну, вот так вот выглядит машина. Химия делает свое дело, видите. Кроме того, что она копирует мельчайшие точки. Она еще покрывает металь окисной пленкой. Металл потемлел, видите. Ну, вот, смотрите. Это уже, насколько я понимаю, машина пришла с этой смолярки. Все, все покрашено цело. Стекло новое вклеено. Так, это различные тут шалагушки. Смотрим отсюда. Все сделано так, как надо. А теперь приступаем к ТО на 300 тысяч километров. Открыли. Спускаем масло. Видите, отработанное масло черное. Причем масло вот это вот, оно где-то 8 тысяч километров промежало. Это фирменное масло, настоящее Тойотовское. Так, это какая-то пробка завинчивающаяся. То есть пустили масло. Пробочку завинтили. Закрутили. Все, естественно, тряпочкой. Очистили. Чтобы все было чистенькое. Видите, днище моего автомобиля. Ухаживаю, однако. Так, это спускаем еще. Что-то где-то откуда. Ага, вот он как раз фильтр. Насколько я понял, откуда-то спонтона спустили. Теперь уже непосредственно ввентили фильтр. Что там осталось? Фильтра. Новый фильтр. Тойота. Ойл фильтр. Чики-чики, пуки-пуки. То есть все, что надо. Фирма. Закручиваем. Пошла по резьбе, по резьбе пошла. Отлично идет. Раз. Ручками поджали. Все. Лючок закрыли. Вот это масло. Смотрите. Тойота Мотор Ойл. Фирмячее. Настоящая фирмячее. Фирмячее и быть не может. Так. Смотрите, тут и леечка специально у них. Стас, будешь рассказывать? Или как? Да, давайте расскажу. Сейчас, одну секунду. Я увижусь, что мы ваши личные вещи на место положили вам. Ага. Ага. И багажник чистили? Да, конечно. Отлично. Все, да? Отличные вещи все здесь. Коврики мы еще не застилали. Слегка влага есть еще. Очень мало. Ага. Тогда высушим, застилим. А то они воняют потом. Ну вот машинку довели до того состояния, которое положено ей. А то никто ничего не ухаживал. Знаешь, насилуют только технику. Ну посмотрите внутрь потолок, вот что особо видно. Да, да, да. Вот этот потолочек меня интересовал. Ну что, никаких я пятен не вижу. Вот здесь вот было пятно, я его тоже не вижу. Не залапано. По-моему не кашлатится. Знаешь, то что у него сделают, а потом она кашлатится, как зараза. Мы же аккуратно все делаем. У нас же уровень немножко другой. Слушай, а задний диван вообще вот на нем особо никто не ездит. Как будто ни к чему не любого. Что это такое? Да я помогу, чтобы выгоняли, чтобы просохать пищу. Ага. Апа, я стер. Все, все, все нормально. Это ласточки тут летают, да? Да? Да. Ну да, откуда? Куда от них деться? Ну вот, машинку поправили. Здесь была сделана полная химчистка, был разобран полностью салон. Были вытащены все сиденья, были разобраны пороги, демонтированы. Была демонтирована педаль газа, чтобы было удобно подлезть по полу вокруг нее, чтобы все было вычищено. Ничего там такого не нашли? Да нет ничего. Золото-бриллианты. Все золото-бриллианты в багажнике. Все личные вещи на месте. Ну, с кармана вернули в карман и в тот, соответственно, там грябочки, а все остальное в багажнике. Вот, химчистый двигатель. Ну, естественно, все вот эти вот пластики, все эти крышки снимались, под ними тоже все вычищено. Нанесен консервант. Никаких там масляных подтеков, подозрительного, криминального, ничего не обнушли. То есть, прям очень нам понравилось, очень все там хорошо. На кузов, как я вам обещал в подарок, мы нанесли хорошее полимерное покрытие. Вот. Ну, собственно, сейчас на улицу выгоним, вы увидите, блеска больше стало. Гидрофобный эффект, так называемый. То есть, вода скатывается в капельки и стройка не будет сходить. Ну, это хорошо. Настоятельная рекомендация все-таки кузов отполировать и покрыть либо керамикой, либо жидким стеклом? Ну, посмотрим это, посмотрим. То есть, если сделать, то она будет воскатывать как новая, как 20 лет назад. А на сколько же его хватит этой керамики? При должном уходе год с небольшим она совершенно спокойно держится. Через год вы приезжаете, мы делаем легкую коррекцию и наносим еще два слоя. А цена какая-то будет? На вот эту машину будет порядка 30-35 тысяч, точно сейчас не скажу. Это будет включена полировка с правильной подготовкой кузова. Это будет три слоя керамики и слой жидкого стекла сверху. То есть, это цена за такой комплекс, который самый оптимально хороший. Хорошо, как я забогатею, я так тогда подумаю. Ну что тогда, выезжаем? То есть, если это сделать, то все, естественно, мелкие царапинки, вот эти вот дефекты всякие. Ну, вижу, сколы ремонтировались, но вот вокруг сколов сильные царапинки есть. То есть, вот этого всего не будет. Вот этого не будет сколом? Мм? Сколов не будет? Нет, сколы останутся. А царапинки исчезли? Царапины мы все вам уберем. Будет свет такой насыщенный, яркий. Она прямо изнутри будет краска гореть у вас. Угу. И будет долг-блеск. То есть, просто вытушечный эффект. Плюс керамика со стеклом дают хорошую защиту от пескоструя красного. Понятное дело, камень прилетит в стол будет. Как бы от этого не всегда даже бронехненка спасает. А вот от пескоструя такого легкого, то есть от нежедневной эксплуатации, это защищает. Плюс от всяких атмосфенных явлений, таких как дождь кислотный прошел. Уже страдает не лап машины, а керамика будет брать на себя. Та же самая птичка накапала, вовремя не увидели, не убрали. Не вам будет не даться, а в керамику. Ну и собственно, как я вам и обещал, еще диски прошлись, почистили. Диски посветлее стали. Они просто тогда как, дольше будут сохраняться или лучше тормозить? Нет, тормозить лучше они не будут, до них будет просто более ухоженный вид. Вот вы когда тормозите, у вас же тормозная колодка стирается. И вот эти раскаленные акалины, частицы металла, они летят и сразу же впаиваются туда. И потом образовывается налет из этой истории со всей. А вот тут вроде вы как оттерли, да? Тут было залапано? Да, да. Вот особенно там. В принципе все оттерлось, ну естественно кроме мест, которые уже были затерты. То есть подлокотник затер был такой. Грязь все оттуда убрали, но уже легкий эффект на коже. Машинка не молодая, поэтому... Можно сказать старушка. Не, она не старушка, она просто не молодая. Не молодая. У вас хорошее отношение к этой машине, хороший уход, поэтому ее нельзя называть старушкой. И будем еще ездить, да? Спасибо большое. Пожалуйста, приезжайте к нам еще. Приезжайте поезда. Хорошо, хорошо. Я конечно понимаю, что мы от вас совсем далеко не самая ближайшая мойта. Но мы точно могу сказать единственная мойта, которая будет в этом городе правильно по технологии. Ага. Так, ключ здесь где-то, да? Мы сейчас принесли. Угу. Тючек, наверное, вашего администратора лежит. А, нет, вот он. Уже ребята приготовили на полочке положение. Угу, спасибо. Ну а на это, так и не, и не, и не... Или ты не пробовал замыкать, отмыкать ее? Не пробовал. Не пробовал, ладно, не будем. Естественно, кожа вся была лосьоном питательным смазана. Угу. То есть она пропитана, сейчас она увлажнена, то есть она не будет подвержена растрескиванию в дальнейшем. Хорошо. Рекомендация раз в три месяца приезжать, чистить ее, вот, и пропитывать лосьоном. То есть это именно с чисткой и раз в месяц просто лосьон наносить. Угу. Какой лосьон стоит? Лосьон кожи 400 рублей стоит, а чистка кожи стоит 2000 с лосьоном. Так и опять будет чистить или что? Опять будут чистить? Только кожу. То есть даже у вас запиш не ездит никто? Не ездит. Тогда тысяча рублей просто вперед. То есть мы прочищаем кожаное сидение, кожаный руль, подлокотник, то сидение соответственно, и дверную карту. И пропитываем это все делал лосьоном. Это вам только через три месяца. Хорошо. А это свистит там просто ремень, просто помыли, да? Это да, возможно влага просто еще не ушла. Сейчас проедете, уже свиста этого не будет. Хорошо. Все, всего доброго. Хорошо. Хорошо. Хорошо.